Сябровские относины помеч Беларуси и России закладены исторично и поддерживаются в самых разных сферах. Суместный дематичный конкурс «Мы один» и очередное тому подтверждение. Он промеркованный до дней однания народов Беларуси и России, а также года малой родимы. Конкурс проходил у интернет-просторы. Инициативу поддерживали около 100 человек, подлетки и юнаки из Гомельской и Смоленской областей. На своих сторонках у социальной сети «Уконтакте» я наразмящали фотосдымки и разважание на тему самого любимого и дорогого сердца местца малой родимы. Я выбрала озеро Нарыч, потому что с этим озером у меня связаны особенные воспоминания. Не так давно я была там, в Национальном детском образовательном и здравительном центре «Изобрёнок». И мне запомнилось, когда я узнала про конкурс, я решила, что именно про это место я хочу рассказать. У дельники конкурсу мы один и публиковали на интернет-сторонках истории про школы, санаторы, городские славутости и маляуничые природные кутки. Убажили и оценили выник их творчести больше, как 30 тысяч человек. Нарыч место неверогодной прихожосте, чаровное и особливое для меня. Тут на березе в озеро я знайшла новых сябров. Для меня особливое место – школа. Тут атмосферная обстановка, доброзашливые наставники и мои сябры. Усёх это вельми дорого для меня. Моё любимое место – Берах, Раки, Припять. Тут спокойно и можно побыть сам насом с собой. Крыпасная стяна – одна из вядомых славутостей у Смоленска. Тут открывается чудовный вид на город. Любите свою малую родиму. Падчас скайп-конференции отбылось узнагороджение переможцов и лауреатов конкурсу. Я не отримали гоноровые дипломы и подарунки. Данным конкурсом мы хотели, с одной стороны, показать те значимые места, которые есть для ребят в своей малой родине. А с другой стороны, познакомить с такими же значимыми местами не только в Республике Беларусь, но и за пределами таких же сверстников и ровесников, как и пионеров и октября. С нашей стороны мы награждаем белорусских ребят, а российская сторона награждает российских участников конкурса и победителей. Но вместе с тем это происходит сегодня на параллельных площадках, вместе. Вот так вот, едино мы наградим и подведем итоги конкурса. Переможца узлику гомельской молоди вызначали российские коллеги и надворот. Суместный интернет-конкурс, як и святочный видомост, ящий один крок во умыцовании дружбы помеж нашими народами. До того, шоу худким часе делегация гомельской в области плануя отправиться у Смоленску. С 26 по 29 красавика там отбудется российско-белорусский взлет творчай молоди. У дельников чакая шарах текавых майстер-классов по вокале, хореографии и актерским майстерстве. С уделом вядомых российских артистов театра и кино.